Так, ну чё? Всем привет, вы на канале CryptoCommons, ребята, вчерашний мой стрим, а для многих, наверное, уже сегодняшний, потому что у нас с вами разное время, я нахожусь в Аргентине. Если вы не можете посмотреть последний наш стрим, очевидно, что вы находитесь, ребята, на территории Российской Федерации, потому что, как вы видите, YouTube прислал копирайт за то, что я поставил музыку Майлса Дэвиса, потому что мне так захотелось в прямом эфире. И как вы можете видеть, что YouTube заблокировал этот контент для просмотров в некоторых территориях, как мы с вами видим, в каких, и вот мы понимаем, что вот в таких вот некоторых территориях, поэтому... И это ещё раз доказывает нам с вами, ребята, что децентрализация – это всё, потому что YouTube, это, видите, всё равно, как ни крути, а централизованная помойка, в которой могут заблокировать ваш контент. Поэтому, ребята, мы перезалили этот стрим на BASTION, обязательно добавляйтесь на BASTION по ссылке в описании, BASTION CryptoCommons. Ну и также у нас в Телеграме, естественно, если вы подписаны, то вы видите там перезалив на BASTION, обязательно посмотрите этот стрим, тем более, что... Тем более, что на нём у нас было два победителя, которые выиграли по миллиону Сатоши каждый. Мы поздравляем вас с этим, ребята. Броник2003 написал Dash, очень много лет держит на дне, только для того, чтобы быстро взлететь за очень короткое время. Поздравляем тебя, дружище, я, кстати, тоже так считаю, не зря половину мастер-нодда Dash владеют Binance, я думаю, они же не будут сливать весь профит с них, там, миллионы монет по такой цене. Ну да ладно, слушайте, дисклеймер, не финансовый совет, а тебя, дружище, поздравляем, ты выиграл миллион Сатоши. Как забрать приз? Напишите, пожалуйста, от своих же учётов в комментариях внизу, прям под этим видео, свой UID на BABITI или на любой другой из наших бирж, которые в описании. Мы вам пришлём туда приз. И второй победитель у нас 979 Karatel, мы тебя тоже поздравляем, спасибо большое, ребят, за ваше усилие, очень полезное видео. Победители, вы выиграли по миллиону Сатоши, ставьте лайки и пишите свои UID-шки на BABITI, FEMIX, BIDGETI или где вы там торгуете. Мы вам переведём приз. Вот, мы, кстати говоря, вчера на стриме, по-моему, закончили вот с этой монетой Сеи, как самую иксанутую в моменте. И, ну да, мы просто зашли на альт-сезон индекс и посмотрели, что сильнее отросло. Сеи, Тия, Орди. Вот, на мой взгляд, Суи, ICP, вот тут уже зона риска. То есть, да, они, конечно, сейчас круто иксуют все. И, кстати, обратите внимание, мы, походу, нифига не в альт-сезоне находимся, да? Да, у нас с вами нейтральный сезон, посмотрите, ни бит, ни альт-сезон. Но, тем не менее, индекс, кстати, уже разворачивается и собирается, походу, идти в альт-сезон. Тем не менее, мы видим, что некоторые монеты, такие как Сеи, Суи и прочая дерьмища, выдают нормальные мульти-иксы. Вот. Но, пока вы сидите в XMR, в XRP, в XLM, вот видите, не так вот в этом всем, что в красную уходит, или в лайткоине, который 0,2% дал за 3 месяца. Вы такие ловите фома, и в атоме даже, да, в шибе, вот, троне. И такие, не, надо перекинуться в Сеи, короче. И вот, собственно, вот и весь это ваш анти-трейдинг, то есть анти-профитный трейдинг. Так делать как раз не надо. Мы вчера это на стриме разбирали, нужно действовать против толпы, а значит, против себя в целом, потому что мы все с вами тоже являемся частью коллективного, бессознательного. Поэтому, конечно же, фома глушит, и хочется продать сейчас Dash, или что вы там держите, Атом, Касту, не знаю, Матик. Что вы, напишите, если вы держите XMR, вообще вам сейчас, наверное, больно. И XRP, кстати, тоже, смотрите. В целом-то, биток за 3 месяца дал 31%, видите? Эфир Классик дал чуть меньше, 27%. А Эфиром дал 21%. Биткоин, конечно же, дал всего 15%, трону, сейчас просто в моменте пампится. То есть, тут как бы надо смотреть выборку более серьезную. Но если мы отдаляемся по альтсезон индексу на год, то мы вообще видим, что это все полная ерунда. Это еще битсезон, и еще альтсезоном даже и не пахло. И вот когда мы действительно пойдем в альткоин год, там, ребята, не все, конечно, монеты, но я думаю, что очень многие монеты выдадут десятки, если... Да какие десятки? Десятки X-ов выдадут просто все монеты, а сотни X-ов выдадут половину монет. Но, дисклеймер, не финансовый совет, это все лишь мое мнение. А я вам хочу напомнить, что на бирже Дипкоин сейчас идет состязание. Дипкоин это довольно-таки новая биржа, но она уже, если мы посмотрим с вами в CoinMarketCap, вот, посмотрите-ка, эта биржа уже на 24-м месте в CoinMarketCap по объемам. То есть, она там, возможно, даже Femex обгоняет. То есть, это не какая-то шарошкина контора. И там сейчас идет соревнование специально для CryptoCommons, для нашего комьюнити. Короче, здесь нет вообще минимального порога входа. На бирже не обязательно требование проходить KYC, то есть, можете зарегаться из любой ограниченной территории, без всяких VPN-ов, и торговать практически как на Bybit. Ну, конечно, еще чуть-чуть более сарая биржа, как был Bybit, кто помнит, в 2019 году. Но, в целом, есть как раз вариант, что она наберет больше объем, потому что мы же понимаем с вами, что у любой биржи есть сезон, как бы, заката и рассвета. То есть, ну, Binance сейчас, например, уже явно на закате находится, как в свое время Polonix или BitFenix. Там, допустим, Bybit, мне кажется, возможно, уже на пике даже своем. И там какой-нибудь, не знаю, BitGit, где вы торгуете? Напишите, на какой бирже вы торгуете. Поэтому обязательно для Диверса зарегистрируйтесь еще на этой и на соревновании. Там две ссылки отдельные пройдите. Тут, смотрите, даже за минусовой по NL вы можете получить призы. Вот, потому что очень мало народу участвует, и пока всего три человека в профите. Короче, добавляйте, ссылка в описании, минимальный депозит, хоть 100 долларов, хоть 10, неважно какой. У меня здесь сейчас, да, открытый Dash Long и эфир Classic Long. Я все старичков лонгую. Ну, потихонечку забираю прибыль, вот уже плюс 50% на USDT счет. Но у меня здесь, на самом деле, в инверсе хорошая сделка по Bitcoin Cash. Вот, в плюсе на 2,5 Bitcoin Cash. Это я уже забрал еще сколько-то. Но они не идут в учет, к сожалению. Инверсные контракты не идут в учет состязания. А так-то, памп, посмотрите, очень хороший. И если все это продолжится, это, возможно, какой-нибудь бычий вымпел или что, я не знаю. Хотя, конечно, восходящий клин тоже напоминает. Короче, тут сейчас будем смотреть. В целом, рынок очень перегретый. Локально, я имею в виду локально, а не глобально. То есть, требуется откат, как говорится. Мы вчера с вами ванговали по беточку вот такую вот палку. Ну, мы, точнее, ее не ванговали, а предупреждали тех, кто сейчас шортит вот здесь, что может быть вот так вот. Но вот так вот оно, скорее всего, и будет, кстати. Вот так вот, но оно ведь может быть через консолидацию или коррекцию. Обратите внимание, мы с вами увидели этот сигнал по ТРДРу. И помните, что я говорил вчера, кто был на стриме? Что здесь, вероятнее всего, мы пойдем вбок. Ну, как минимум, мы не пробьем сразу этот уровень. Мы пойдем вбок или вниз перед тем, как пойти наверх. И что мы видим? Мы идем вбок. Здесь очень сильная плита, как была вот здесь. Видите, здесь тоже был этот сигнал. Так что что? ТРДР, кстати, тоже ссылка в описании. Ну, не думайте, что я это рекламирую. Я вам просто рассказываю, показываю, какие крутые есть сервисы. ТРДР платный, он стоит 300 евро в год. Ну, на мой взгляд, это, короче, это отбивается за один трейд, реально, чуваки. Поэтому, и можно оплатить криптой, тем же биткоин кэшем, отросшим или еще чем-то. Так что я лично, да, рекомендую. Ну, как бы, я вам и так бесплатно его показываю, чуваки в чате, поэтому смотрите сами. Что здесь на более младших таймфреймах мы видим? Что сигналит здесь, опять же, продавец. Смотрите, на этих пиках мы видим локальный продавец. То есть здесь вероятен флэт, как минимум, а может быть и коррекция после этого флэта. Но, тем не менее, мы видим также, что это макроаптренд. Почему я, собственно, и лонгую сейчас? Тут даже по дэшу, посмотрите, прям по тренду, вот, добирай, не хочу в целом. Да, он может его пробить, конечно, сейчас в моменте. Но, блин, я бы добрал, короче. Я на байбите доберу еще дэш. Дисклеймер, не финансовый совет, прям по рынку впрыгну. И пошли все, сами знаете, куда, кто не согласен. Как бы, если вы по 200 покупали дэш, то по 20 его не покупать. Но это надо быть очень талантливым трейдером. Вот. А так-то да, вот он даже внизу сейчас восходящего канала. Короче, дэш по-любому... Любому, тут за мной, ребята, его все забыли. Его просто накачают тиксов на 40 или на 80. Как в свое время Cardano, Classic или там Doge. И потом вы будете их как раз... Покупать у вас его будут те, кто захотят его резко покупать. По 400, по 1000 или даже там по несколько тысяч долларов. Поэтому тут, конечно, да. Но, как бы, я не знаю, это мое мнение. Так еще аудио. Аудио тоже тут потенциал огромный. Я вам все время его показываю, потому что... Потому что я музыкант, кстати, у меня вышел альбом. Если хотите послушать, он называется I Think So Away. На всех стриминговых площадках тоже, к сожалению, кроме российских, потому что я не знаю, кстати, почему. Ну, точнее, мы все догадываемся с вами, почему. Ну, блин, очень жалко, что обычные жители как раз за это все и платят. Ну, в общем, да, вы можете в YouTube найти I Think So Topic и послушать его. А по поводу рынка, аудио, собственно, это платформа, на которой также можете послушать наш альбом. Но он тоже заблокирован в России, прикиньте, по иронии. Короче, ребята, напишите, кстати, откуда вы это смотрите. Из России или из какой страны? Вот. И монета аудио, я вам напоминаю, что она была даже выше, чем на Байбите по 2,5 доллара. Она вообще на Бинансисе была по 5 долларов еще раньше. Просто на Байбите ее позже залистили. Короче, у нее примерно вот такой график в целом. Почему бы и нет такому хорошему проекту, у которого уже есть рабочий продукт, в отличие от большинства щиткоинов, у которых ничего нету, кроме White Paper, и того даже иногда нету. Аудио, еще раз вам говорю, был 5 долларов на прошлой бычке. Как бы гарантии, конечно, нет, что он перепишет, станет 10 долларов, но шанс, скажем, такой есть. И вот смотрите, даже если взять по FIBA от 5 долларов до абсолютного дна, посмотреть, да, то тут отскок как бы, ну, минимум 0.23 FIBA, а это сколько? Это если даже аудио вообще себя никак не покажет, грубо говоря, как Dash в прошлом цикле, то это все равно 10 иксов. Врубаетесь. А так-то 0.5, 0.61, 8, 2.5, 3 доллара, это среднестатистический отскок по аудио. Поэтому это сколько иксов, посчитайте? 20, 30. Вот. И это не только аудио, на самом деле, проектов куча. Вон, Травал, то же самое. Это типа, знаете, Booking и Aviasales, только в мире крипты. Это абсолютно рабочий продукт. Я там покупаю билеты на самолет, бронирую отели. Все прекрасно работает, но тоже, прикиньте, опять же, по счастливому. Странному стечению обстоятельств для России не работает. Авакс, посмотрите, как круто попер. У Авакса вообще супер бычий расклад. Посмотрите. У него, он дал уже 500%, развернулся, оттестировал нижнюю сетку EMA Ribbon как поддержку. Просто охренительно. Очень бычий расклад. Money Flow все еще красный, то есть на макро он еще даже не начинал расти. Вот, тем не менее, это уже тот самый отскок, про который я вам говорю по той же аудио, там, по дэшу или по монетам, которые еще не улетели, в которых вы наверняка застряли тоже. Вот и посмотрите. Авакс уже отскочил даже на долю 23 фиба, даже выше. И собрался дальше. 05, 061, 8, по 80, по 100 долларов, скорее всего, мы скоро увидим Авакс как минимум. Как минимум. А вообще на бычке, я думаю, еще выше. Короче, ладно, чуваки. Апекс, кстати, офигенно просто стрельнул. Апекс это Dex Bybit'овский, знаете, да, Апекс Dex. Просто офигенно стрельнул, а я потерял, короче, ситфразу. Прикиньте, у меня лежит 1000 монет на Ledger, это когда-то было там баксов 200. А сейчас это уже нормально. Почти 3000. Так что не теряйте свои ситфразы, я тоже надеюсь, что я свою найду. Большое спасибо, что смотрите. Всем профитролей и удачи в торговле. Не забываем разгружаться. Если вы в такую палку попали, снизу, обязательно продайте хотя бы половину или треть, ну потому что это уже иксы. Потому что помните, что все может легко вернуться туда же, откуда начиналось, или уйти еще ниже. Ну и добавляйтесь обязательно к нам в Телеграм, чуваки и чувихи. Потому что там все быстрые алерты в реал тайме. И что еще? Ну и послушайте наш альбом, если вам нравится вообще альтернативная музыка, или вы хотите заценить, в чем мы играем. Обязательно послушайте альбом I Think So Away. Да, сейчас он появится, наверное, сверху. И скоро увидимся. Пока-пока-пока-пока. И на Бастион обязательно подписывайтесь тоже. Все. Конец.